Чиновники ни при чем виноват застройщик. Всегда и во всем именно владелец территории, который возвел на своей земле закусочную вместо сквера или АЗС вместо детской площадки, является своеобразным козлом отпущения, врагом для народа и поводом разобраться для кабинетных работников. Но сами застройщики до сих пор оставались безмолвными серыми кардиналами. До сегодняшнего дня. Этот пост в живом журнале своеобразный крик души Ивана Мельникова, владельца территории, на которой расположен стадион «Буревестник». После того, как неделю назад городские чиновники на встрече с ветеранами спорта торжественно заявили, что кроме спорта объекта на земле ничего строить не позволят, терпению бизнесмена пришел конец. Он решил рассказать свою версию событий и напомнить чиновникам об одной забытой ими истине. Граждане Ивановской области власть, понимаете, а эти люди уже считают, что власть устали они. То есть этих людей мы сажаем на эти кресла. Они руководители, они гаранты и должны реализовывать наши права, которые они гарантируют. А по факту получается, что в рамках только своих личных прав, наверное, и своих каких-либо там амбиций все и происходит. Однозначно эти люди должны покинуть эти кресла, те, которые пресекают права человека. Землю Иван выкупал понемногу. Бывших собственников стадион буквально разорил. В один прекрасный день пришли налоги за земельные участки с завышенной ставкой в 1,5% от кадастровой стоимости. До этого ставка была одна, десятая процента. И буревестник справлялся. Но такой налог с конечным финансовым выражением в 3 миллиона рублей привел стадион к краху. У Ивана же на землю были далеко идущие спортивные планы. Мы хотели здесь реализовывать спортивный объект и подготовили очень прекрасный проект. Спортивная академия Былбок. Предоставили это в партию «Единая Россия» для того, чтобы нас поддержали. Потому что без государственной поддержки реализации подобных проектов они вообще невозможны и нерентабельны. Получили мы отказ в рамках того, что это федеральная деятельность. И они не в силах нам помочь. Спортивный интерес застройщика угасал постепенно. Но безрезультатно, пытаясь найти другие способы реализации проекта спортивной академии, Иван сдался. Решил предоставить землю муниципалитету под строительство другого спортивного объекта. Разговаривая со всеми в администрации, последняя даже встреча была 20 февраля. Вот я встречался с Зотовым. Максимум, что они планируют вообще до 2016 года, это построить один бассейн в Иваново. И на этом объекте они не рассматривают этот проект. Был, правда, один звонок. В тот момент как раз разгоралось недовольство народа вокруг планируемого сноса второго депо для строительства дворца спорта. Ко мне лично никто не обращался. Со мной лично никто не встречался. Именно по этому вопросу никто не подходил. Только по телефону я это понял, потому что задавали вопросы по стоимости. Ну, это было понятно, что это звонили с администрации и так далее. Территорию необходимой площади Иван оценил в 60 миллионов. Видимо, стоимость не устроила. Хотя снос депо обошелся примерно в ту же сумму. Сейчас мертвый стадион только выкачивает средства из своего владельца. Налоговая ставка ведь осталась той же. А предложений под застройку участка в самом центре города предостаточно. Есть около пяти инвесторов, которые готовы построить здесь живой комплекс, которые готовы построить здесь супермаркет. Но ждем смены зонирования, которую не можем дождаться никак. Про зонирование вообще разговор отдельный. По словам предпринимателя, все заявления мэрии о том, что строительство иного объекта, кроме как спортивного, здесь запрещено. Однозначно это ложь. Есть градостроительный код, статья 30, которая предусматривает и в принципе зонирование разрабатывается в рамках прав собственника и, соответственно, других объектов. Точно так же есть регламент по подаче заявлений от собственников. Это все прописано в градостроительном коде следа. Другими словами, это как если бы собственнику квартиры диктовали, какого цвета должны быть занавески. В связи с информацией от собственника стадиона у нашего телеканала возникли вопросы ко многим кабинетным работникам. В частности, к Ольге Небарак и к самому Александру Кузьмичеву. Ответили их замы. Ситуация немножко однобоко освечена собственником. Действительно, собственник направлял подобные заявления. Ему по результатам заявления было отказано в удовлетворении его требованиях. Отказано на законных основаниях, о чем есть решение суда Ленинского района, поскольку этот вопрос уже прослужен. Рассмотрение заявления было организовано комиссионно и отказано в связи с тем, что на данной территории должны размещаться объекты спортивные. То, что касается стадиона Буревистник, мы должны сказать о том, что он изначально находился с прошлого века, 90-х годов, в индивидуальной собственности, то есть в частной собственности. И, соответственно, тот человек, который принимал эту собственность на себя, он брал на себя определенные обязательства по содержанию данного спортивного объекта в надлежащем виде и развитии там некой спортивной инфраструктуры. Когда человек берет такой большой спортивный объект, он реально понимает, какие налоги, какие расходы он может понести при содержании данного объекта. Никаких предложений для совместного развития хотя бы частичной организации тех площадок, которые были на этом стадионе, в адрес социальной сферы администрации города Иваново не поступали. Тогда вопрос, почему такой дорогой муниципалитет у стадиона изначально оказался в чужих руках, но задать его уже некому. Если спортивный объект строить и содержать убыточно, а любой другой запрещено, обычно более сговорчивой мэрией, то горожанам остается только смотреть, как погибает стадион, точнее то, что от него осталось. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.